Девушки отдыхают 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 Он привезен из теплых стран, и поэтому так как сейчас зима, холодно, он будет у вас частичкой такого лета, тропиков. Спасибо, дорогой. С вашего позволения можно поставить его. Странный подарок. Странный цветок. Маркин, мы приехали. С города Комсомольска-на-Амуре. Это Дальний Восток. Давно? В 2002 году. Но ведь уже понимали, что не социализм на дворе, что не все равны, что капитализм, что есть богатые и бедные. И в общем-то надо по одежке протягивать ножки. Попался в ситуацию, когда... Попался в ситуацию, когда... Не по размеру выбрал, да, себя? Когда, да, когда приехал в Москву, не по размеру выбрал себе ношу и познакомился с девушкой, которая была у меня по социальному статусу немножко выше. Ну, правда, люди не равны, понимаете? И многие, особенно люди, которые живут в столице и много работали, не согласны делиться, и они хотят своим детям ровню. И москвич, для нас тоже хорошо. Ну, мне кажется, его смутит моя история, то, что у нас была такая ситуация, что мой социальный статус был выше, чем... Ну, не настолько. И вот вы, живя в общежитии, познакомились с девушкой, полюбили, и вы ей понравились. И я ей понравился, и полюбили. Встречаться было негде. Я очень интересно встретился в первый раз, то есть мне нужно было как-то подвести, что мы идем ко мне в общежитие уже через какое-то время, и я придумал, я ее сначала привел на крышу нашего общежития, у нашего электрика, взял ключи, вывел ее на крышу общежития, и после того, как вывел, то есть как бы, ну, мы симпровизировали, там была простая бутылка советского шампанского, два бокала, ничего не было, и, собственно, на этом свидании на крыше, которое мы с ней были, потом мы уже спустились. Мы еще ему выпили шампанское, целовались, целовались, и потом продолжили никуда, в комнату. Ну да, может, надо было дать все-таки ему шанс показать себя, мальчик хороший. Вы такой милый парень, что я вот как-то прямо вот с сердцем к вам понимаю, что вы мучились, и сегодня, добившись, вот пришли к нам таким принцем красивым. Ну так и? Ну так и в дальнейшем у нас история была, что она мне не хотела знакомиться с своими родителями, так уж получилось. Я, во-первых, не знал, что она москвичка, что у нее хороший социальный статус, что она живет на Ленинском проспекте. А не видно было по ней? А как видно? Я возвращался с тренажерного зала, со спортзала, стояла девушка на остановке, я с ней познакомился. Ну, как бы не смотрел, кто она по социальному, что красивая девушка, мы же мужчины, смотрим картинка. Да и вы сам не поганый. Ну, спасибо. Спасибо. И, в общем, ну, познакомились с ней, начали общаться. Потом у нас сложности были действительно, немножко волнуйся, ладно. Сложности были из-за того, что, когда я начал знакомиться именно с ее друзьями. Первый такой тревожный звоночек был, когда я не смог заплатить за счет. Мы приехали в кафе, мы сидели, а приехала ее подруга. В пиццерии с подружками? В пиццерии с подружками около ее дома. Приехала ее подружка, приехала на машине, рассказывала о том, как она отдыхала в каких-то клубах очень крутых, в которые меня тогда еще на тот момент не пускали. Я думал, как она туда могла пойти? Мой мальчик, мой мальчик дорогой. И что, и вот они метали там, да, как не в себя, а вы пили только чаек. А я сидел, у меня было в кармане 150 рублей, по-моему, или 130 рублей. Я заказал себе зеленый чай. Ну да, он сидел, он открывал, ту приглашал в это кафе. Я с Надей встретился, и она говорит, сейчас к нам подружка наша подъедет. Ну, короче, и приехала такая фифа московская. Фифа, пошли коктейли, пошел на хиты безалкогольные, пошел еще что-то. Я смотрю, счет увеличивается, увеличивается, увеличивается. Закончилось тем, что, когда пришел счет, она говорит, все, ребят, я поеду, Паша, ты закроешь счет. Я говорю, я вот так вот сказал буквально так, я говорю, у меня нет денег, я не смогу закрыть счет, у меня только на себя. Она такая, она посмотрела на Надю, и тогда Надя на нее посмотрела, а потом уже на меня переглянулась. Ну, вот этот взгляд, ну, вот этот тройной взгляд на человека, на подругу, а потом на тебя смотрят. Он многое о мужчине уже начинает говорить. Вот это был первый тревожный звонок, и она говорит, ну, ладно, я расплачусь за твоего мужчину и за себя вместе. Какая тварь. Всех не прокормишь, всех знакомых, всех это. Конечно. Мы хорошие. Ну, и так, а что стало последней каплей? Ну, мы были у меня, потом мы уезжали из, ну, я ее провожал, поймал ей такси. Я не знаю, может быть, актуальна судьба или что. Остановился молодой парень на хорошей машине, я заплатил ему деньги, он ее отвозил на Ленский проспект домой, и после этого она не отвечала на мои звонки, и мы с ней как бы потерялись в жизни. Ну, и бог бы с ней, правда? Ну, ему не повезло, потому что он изначально выбрал мне эту девушку, да, и он немного себя не с того выдавал, об этом я не сказал, она была не в курсе, может, так, а может, она как бы не обращала внимания на него, а просто с ним так выдала. Вы смотрите, вам 28 лет, вы уже многого добились. Правда, для меня это какой-то бизнес сомнительный, непонятный, я не понимаю, что вы продаете. А я расскажу, мы не продаем, мы помогаем людям, так, очень много ситуаций, когда у людей разные поводы, в которых нужно как-то показать себя, извиниться, сделать предложение руки и сердца, признаться в любви, сделать это красиво, сделать свадьбу интересную. Вот у меня целевая аудитория, как ни странно, это девушки, обращаются девушки, 70% обращают. А что хотят-то? Хотят свидания на крыше, серенады под окнами, лазерную проекцию. Красоты хотят, Ани Леонидович, да? А они к вам обращаются, а свидания кто делает, мужчина? Нет. Нет, но организовывает, вы организуете вот эти все ситуации, да? Я организую эти все мероприятия. Может, он нашел свою нишу как раз? Да, да. Нашел сюда. Вы смотрите, красивый, сам себя сделал, 28 лет, молодой. Знаете, почем рубль, знаете уже эту жизнь, потому что, ну, не сильно вас она, эта самая жизнь била, но, в общем-то, уже опыт есть какой-то. Вы представляете, какой вы завидный жених? Вы представляете, как я сегодня буду переживать, чтобы вы не попали в плохие руки? Но вы мне должны помочь, должны рассказать, что вам нужно. Хорошо. Ну, расскажу, что мне нужно. Девушка, прежде всего, то есть, как бы, ну, каждая девушка, она все-таки молодого человека привлекает красивой картинкой. Да, ну, вы сказали, что вам не нужна, вот я прям прочитала. Вам нужна не красавица, а с приятной внешностью. Да, да. А почему не красавица-то? Ну, честно, вот, я вот тоже общаюсь с девушками, то есть, как бы, иногда внешне вот очень красивая девушка, вот нравится все, но внутри... Хорошо, да, должна быть приятной. Да, приятной, должна быть энергичной. Я был бы очень рад, если бы она занималась каким-то своим любимым делом, ну, не в рамках зарабатывания денег бизнеса, а в рамках своей самовыражения. Поняла, ну, вот сейчас вас попытает Роза, что вы на сегодняшний день имеете и на что рассчитывать. На сегодняшний день, вот мне, кстати, это непонятно, у нас квартиры в центре, вы же снимаете. Да. А что же вы так в центре-то снимаете, там такие квартиры дорогие. А, ну, в центре... Копили бы денежку, давно бы уже однокомнатную купили. Мне копить не для кого. Не, ну, вообще, честно, я считаю, что у мужчины должна быть своя квартира, потому что... Потому что, когда он уже приводит девушку, да, жену, ну, жить в съемной квартире, не знаю. Ведь как старинно, жених что должен быть? Готовым. А как готовность проверялась, а? Дом построил. Ну, или, в принципе, может быть, лучше уже невесту с приданным хорошую, пусть уже и квартира там будет. Он уже один раз на невесту с приданным на пару. А вот эта жизнь в бедности, в общежитиях, вот она вас, так сказать, чему научила? Ну, научила тому, что я, во-первых, ценю деньги. Я вот, ну, в плане квартиры, да, у меня там затраты есть, Роза. Вы тут правы, то есть тут надо подумать. Это шаги. А сказать, почему вы снимаете квартиру в центре города? Я уже снималась, ну, вопросов на полную катушку. Я зарабатывала приличные деньги. Жила вот в такой квартире, зато у меня были самые дорогие сумки, самые дорогие шмотки, всегда французские духи, ну, по тем временам. Вот это вот наши провинциальные понты, понимаешь, чтобы люди не подумали. И ездила исключительно на такси. Вот мы таким образом доказываем, что мы что-то из себя представляем. Это москвичи, у которых все хорошо, они будут там есть дешевую колбаску, но будут вкладывать деньги там в недвижимость. Мы другие, нам нужно вот так. Мы не виноваты. Вы повзрослете, вы как я станете тоже начать соображать, на что тратить деньги. А пока вот мы такие, да. Надеюсь, что у него нет такой привычки покупать на последние дорогие шмотки. А вот теперь такой вопрос. Смотрите, вы уже более-менее твердо стоите на ногах, очень много приезжих, которые хотят выжить за счет мужчины. Вот вы будете ставить себя на ее место, вспоминать с улыбкой свою молодость, ну, видя, как девушка вас начнет эксплуатировать и пользоваться вами? Как вы будете к этому относиться? Лариса, ну, меня миловало, да, потому что... Или будете говорить, нет, вот ты сначала с мое поживи, вот так вот по общагам, по коммуналкам, а потом будешь тут закатывать банкеты за мой счет? Ну, честно скажу, вот вы спросили, что у нас, как у немосквичей, вот я очень строг к деньгам. То есть я, во-первых, знаю, что у меня, куда тратятся деньги и сколько, то есть как бы это у меня все учитывается. Да, молодец. А это у меня все подсчитывается, потому что первое, это как бы для... Это для моей работы это очень важно, ну и мои личные финансы. Второе, я не любитель, то есть тратить деньги на что-то там, на... А бюджет какой, предполагаете? Бюджет месячный, который я могу... Нет, 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 бюджет будет общий или раздельный? Я был бы рад, если бы мы вдвоем работали, что-то делали, но я готов покрывать основную часть, я готов брать жилье, готов тратиться на еду и так далее, это не вопрос. Молодец. Ну, то есть приезжий будем рассматривать? Ну, конечно, для меня нет статуса приезжий или москвичка, но это для меня абсолютно не принципиально. Главное, чтобы не знал, что и куда тратиться у тебя. Нересточительный. Он молодец и миресточительный, он все в дом, все в семье. Очень вы мне нравитесь, Паш. Вот понравитесь вы еще, вы селись или нет, сейчас узнаем. Очень. Вот то, что вы сегодня так искренне рассказали про болезненные ситуации со своей первой девушкой, для меня очень показательно. Вы большой молодец, вы достигли настоящей внутренней взрослой. Для мужчин знака весов пустить пыль в глаза иногда оказывается важнее, чем правду про себя рассказать и понять. Многие весы, многие мужчины весы даже не понимают то, что вы нам озвучили, а уж большая часть стараются скрывать. Поэтому я очень оценила эту откровенность на самом деле. И, конечно, понимаю, что программа не даст вам возможности на единении с одной из девушек пообщаться. Ну, просто формат у нас такой. Но постарайтесь разглядеть в каждой из них то, что вы сможете ценить потом, общаясь с ними наедине. Вам нужна такая очень тонкая ту, которую захочется скрывать от окружающих. Тонкая душевная организация. Да, у нас тонкая душа. Если можно, я сегодня немножко переделаю вашу программу на свой лад. Так я продавец эмоций, продаю различные мероприятия. Я сам хочу сделать девушкам сюрпризы, чтобы не портить статистику, которую я уже сказал. Ой, какой молодец. Как это приятно. После рекламы у нашего женьха состоится первое свидание. Не пропустите. Вы смотрите «Давай поженимся». У нас в студии Павел. Идите, встречайте первую невесту. Удачи. Здравствуйте. Ну, хоть я и модельной внешности, но, надеюсь, не разочарую. Спасибо. Милая, очень скромная девушка. Здравствуйте. Анастасия, с кем вы? Я со своей подругой Катей. Хорошо. Главное, на мужик. Говорит, это мой муж Вася. Ой, Петя. Давайте на вас посмотрим. Анастасия, 22 года. Фотомодель. Гордится своим ростом и воспитанием. Мечтает поступить в кулинарную школу в Англии и встретить старость в горах Швейцарии. Предупреждает, что в ее доме всегда играет музыка. Ради возлюбленного Анастасия уволилась с работы, перестала общаться с мужчинами и возвращалась домой не позднее 10 часов, а он не ценил ее жертв и постоянно изменял. Надеется, что Павел не превратит ее жизнь в кошмар. Даже не верится, что вам кто-то мог изменять. Да, вы знаете, все было изначально хорошо. У нас были очень хорошие отношения. Человек мне подходил полностью. Потом начали ухудшаться. Потом он мне предложил жить вместе. Я подумала, может быть, что-то это изменит. А мы начали. И начался просто полный кошмар. То есть я сидела дома. В 10 часов вечера дома. Никуда нельзя. А чем он занимался? Ну, у него свой бизнес. Старше вас? Ну, не на много. У нас разница была в 6 или в 7 лет. Для чего вообще нам было жить вместе, если он так себя играл? Я понять не могу. Для чего? До знакомства с ним я работала. Работала моделью. У меня были разные интересные занятия, там, учеба, все такое. Он меня начал во всем ограничивать. Туда нельзя, с этим нельзя. В общем, я исключила всех друзей из своей жизни. Мне даже нельзя было ночевать у родителей дома. А вот почему, объясните мне, какая такая любовь может заставить какого-то абсолютно постороннего человека сказать, не встречайся со своими друзьями, со своими родителями. Ты должна то, 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 то. Даже не в статусе мужа. Какой-то человек вам дает приказы, а вы их выполняете. Почему? Что такое за неуважение к себе? Вы понимаете, я вообще в отношениях почему-то всегда жертвую своими какими-то интересами. А зачем? А вы понимаете, что когда вы ниже плинтуса и вы тряпка, об вас вытирают ноги? Он ее содержал. Нет, ну, естественно, он меня обеспечивал. Ну, естественно, он меня обеспечивал, если мы жили вместе. То есть за счет того, что он ее обеспечивал, она позволяла так с собой с себя вести, чтобы сама дальше работать. У вас есть образование? Да, я учусь на государственном муниципальном управлении. А почему не на кулинарию? Ты же сказала, что хочешь кулинарию заниматься. Потому что я это хочу делать не для того, чтобы кулинарные книги писать или что-то такое. Мне это нравится, я люблю готовить. Так кто у нас дискурсов отлично готовит? Даже это не нужно. Вот ко мне приходит подруга Катя домой. Я их познакомила изначально. Это была девочка 19 лет. Что она знала? У нее первые отношения. 19 лет ей тогда было. Или 18. Ну, 18-19. А сколько ваших ухажеров-то было, с кем вы там подживали? Мне намного старше, 25-26. Ему 26 лет. И вот он, имея, так сказать, подругу, вот такую прекрасную, как вы рядом с собой, позволял себе уму непостижимые вещи. Расскажите, как вы однажды зашли, а у него на плече там полеживала другая девушка. Да, я уезжала с родителями на несколько дней. Приехала, дверь в квартиру была открыта, то есть я зашла туда. Так спецом было открыто-то, чтобы вы зашли и увидели, чтобы вы уже собрали вещи. Я думаю, нет, просто, видимо, не до того ему было, чтобы дверь закрывать. И он там был с девушкой. А потом, интересно, куда-то к родителям сразу обратно съехал? Мама и я вернулась. Почему не собрали вещи и не ушли? Я уходила. Хорошо, Настя, это ваша была жизнь, значит, было ради чего всю эту радость терпеть. А у вас родители ведь обеспеченные? Ну, нормальные, да. Ну, нормальные. А вот, Пашенька, не боитесь? Вы москвичка? Да. Настя очень похожа на девушку, про которую я говорил, которая приехала к нам в кафе. Ну, не внешне, конечно, но просто образы иногда бывают, что похожи. Вот вам важно, чтобы девушка сама заработала, либо, вот, чтобы, допустим, родители обеспечили. А почему? Имеем право у меня, он тоже доченька, тоже всем обеспечит. Конечно, когда родители обеспечивают, это определенная платформа, которая тебе дает возможности для развития твоего, ты можешь быстрее развиваться. Я, между прочим, с 15 лет работаю со мной. Ну, конечно, модельном бизнесе, ну, конечно. Ну, тем не менее, работала. А модельный бизнес, это непростой. Модельный бизнес, это... Нет, это непросто. У вас какая мечта, Настя? Вообще есть мечта? Знаете, я мечтаю о семье крепкой. Я хочу мужа любящего и любимого, и четверых детей. А без обедного замуж пойдете? Разбежалась. Бегом. Побежите. За перспективного. Мечты старше. Конечно. Старше как раз и заработает. Знаете, за перспективного, да. А как ты увидишь, как ты разглядишь у него перспективного? Расскажи. Ну, это видно. Если человек умный, если у него есть какие-то цели, он... Ну, конечно, нет. Ну, ребят, ну, перестаньте. Драгически. Хорошо. Это тяжело разглядеть перспективного. На самом деле, она не за бедного, не за перспективного. Выйдет заготового уже. Ну, ребят, ну, хватит, уж его друг друг головом морозит. Настя, вы приготовили что-то для Павла, или Павел вам покажет сюрприз? Павел покажет. Павел? Настя, держи аккуратно. Я тебе сейчас приготовлю сюрприз, который, в принципе, держи второй бокальчик. Можешь сделать, наверное, каждый парень, не имея космических миллионов, миллиардов. Проходи. Аккуратно. Что мне делать надо? Тебе ничего не делать, просто стой на месте. Аккуратно заходи теперь ко мне сюда поближе. Сейчас, секундочку. Присаживайся. Присаживайся так же, как ты я. Аккуратно. Аккуратненько. Аккуратно. Ну, если упадем, то вместе. Да, да, да. Хотя мы с тобой сейчас не можем попасть на высоту, но максимум что нам? Опа! Давай, бокальчики, аккуратно. Видишь, не страшно. Я не боюсь высоты. Высоты? Да, я не боюсь высоты. Держи, держи, ты главное держишь. Одна из самых лучших мелодий Стинга, которая мне очень нравится. Очень люблю ее. Ты что любишь? Мне нравится романтическая сетка. Романтическая, да. Специфика профессии, что романтика – одно из наших основных направлений. Вон, видишь, падающая комета летит над нами, пролетает. Там еще одна и падающая комета у нас удвигается. Главное – успеть удвигаться. Здорово, вот сюда. Ты должна была быть там, на качеле. Я на танец пригласить не могу. Может быть, что-то изобретит. Да, рискованная. Спасибо. Вот в пятидневной жизни бы так, да? Да, подняться так и полетать. Спасибо. Миленько. Очень классно. Давай. Аккуратно, проходи. Спасибо, Павел. Спасибо. Я думала, что надо будет там поверкаться. Слава Богу, обошлось. Мне понравилось. Галина, как вам невеста? Настя, безусловно, очень яркая девочка, красивая. Но я своему боссу желаю тоже чего-то лучшего, наверное. Может быть, менее какой-то напыщенности. Послушайте, в разные есть девушки. И таких, как Анастасия сегодня много. Это абсолютно ментальной содержанки. Многие девушки будут терпеть и не такое от мужчин, которые вытирают от них ноги. Но зато потом дарят шубы, замечательные поездки, бриллианты. И они рассчитывают на какое-то количество лет, что они потерпят сейчас. Зато потом останутся не в накладе. Ну нет, ну я не знаю, может, я такое впечатление на самом деле. Если вы, ну мужчина, я имею в виду, берет женщину званием ниже, то он не унижает себя. А жену свою, супружницу, он возвышает. А вот если вы берете званием выше, то, собственно говоря, жену свою вы унижаете, ну и сами не возвышаетесь. Скажи, а что такого в Анастасии? В 22 года. Нет. А чем выше? Родители у нее. Она просто не озвучила. Папа серьезный бизнес, мама тоже не последний человек, как говорится. Серьезный товарищ. Скажи, а почему она тогда выглядит, как девушка, приехавшая из Липецка полтора месяца назад? Почему она так ужасно одета? Почему она всем своим видом с этим ужасным силиконовым ртом, почему она всем своим видом показывает? Для чего она? Я думаю, что родители, занимаясь, наверное, в лихие 90-е, тогда, скорее всего, было заложено... Нет, мы сейчас не про родителей говорим, а мы говорим про нас. Нет, так некогда воспитывать было девочку-то, вон, начиталась эти гламурно. Ну, сегодня у каждого человека есть выбор, чем заниматься. Тут каждая вторая содержанка, знаешь. Ну да, да, да. Да, в этой истории, конечно, очевидно, что Настя работала рабой, но рабой не любви, только, к сожалению, как хотелось бы видеть, а вот такого рода были отношения. И, конечно, я не придавала бы им излишней страдательности. Мне кажется, что это такая социальная договоренность была. Ей нужна серьёзнейшая внутренняя работа для того, чтобы становиться самоценной, без денег, без мужчины и без чувств, которые для неё часто будут оказываться ложными. Поэтому, я бы сказала так, жизненный путь её с точки зрения любви может быть не очень простым. Чувства ты сегодня пьёшь. Да я с любого сочетиваю. Вечером. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Вторая невеста готовится к рандеву с нашим женихом. А пока реклама. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Павел. Идите, встречайтесь со второй невестой. Удачи. Привет. Меня зовут Алиса. Ты мне очень понравился. У нас с тобой очень много общих интересов. Здравствуйте, Алисочка. С кем вы? Это моя мама Ирина и подруга Надежда. Мама прям как из морозилки. Сколько вам лет? 42. Девчонка. Давайте нас посмотрим. Алиса, 20 лет. Соучредитель франчайзинговой компании. Гордится своим пятилетним братом. Мечтает полюбить по-настоящему. Признается, что комплексует по поводу своей внешности. Через 9 месяцев семейной жизни гражданский муж Алисы из заботливого супруга резко превратился в деспота и жестоко избил ее. Надеется, что Павел не способен на такие поступки. А что это у вас со внешностью, я не понимаю, что за комплексы? Я не знаю. Алиса, с ума что ли сошла? Хотя в 20 лет, я вам хочу сказать, никому не нравится своя внешность. Ну, по-моему, девочка приятная такая. Нравится тебе, нет? Симпатичная. Детка, во сколько замуж вышла? Я не вышла замуж, мы просто жили вместе. У вас сколько было лет? Мне было 19, когда мы с ним познакомились. Мне еще было 18, вот исполнилось 19. Мы достаточно быстро стали жить вместе. Совсем еще дети. С маминого согласия, Ирин, куда смотрела? Я была против. Ну, кто их удержит, да, для сегодняшних? Ну, я не могла настаивать. Я считаю, что пробный брак – это ошибка. Такого быть не может. Потому что, если есть настоящее чувство, то люди радуются замуж, озаконить отношения, рожать детей. 22. Ну, ладно, 22 жениться. Ну, я против пробных браков. И что там произошло? Он очень любил животных? У него была там куча собак. Да, он очень любил животных. Он принимал роды у собак с триком когти. Он был настолько милым и прекрасным, что мне казалось, нет, не бывает таких мужчин. А кроме того, что он стриг ногти обожаемым животным домашним, он еще зарабатывал деньги? Он ходил на службу куда-то? Может быть, учился в институте? Это была проблема. Он вообще занимается татуировками. Он как-то зарабатывал этим, но это было… Москвич? Нет. Приезжий? А где вы у него жили? В съемной квартире? Нет, мы жили сначала там. А вы тоже приезжали? Да, мы тоже приезжаем, мы все из одного города. Мы жили с его мамой из Бранской области. И вот все у вас было прекрасно. Стрик он собачкой ногти, принимал роды, стирал вам нижнее белье. И пока однажды… Что это он вдруг озверел-то, когда руку на вас поднял? Потом, когда мы поехали вместе в Москву, то есть я вернулась в университет после академического отпуска, начала задумываться о том, что нужно как-то зарабатывать, подрабатывать. Он пытался найти работу. И каждый раз у него это не получалось. А инициатива приехать в Москву была ваша? Да, моя. Я буквально заставила его. Он жил с мамой. И я говорю, как же так тебе 22 года, ты должен что-то делать? А когда вы приехали в Москву, где остановились? Я сняла квартиру. Вы сняли квартиру с своей деньги. И приехать в Москву была тоже ваша инициатива? Да. А он не хотел? Она училась. Я училась уже, я вернулась просто. А это родители снимали вам квартиру? Некоторое время, да. Потом она стала сама занималась. Ну вот он приехал с вами, работу найти не может. Да. Ну так получалось, что я помогала ему первое время. То есть как-то мы в основном жили за мой счет. Ну правильно, то что вы привезли себе игрушку. Мужчина должен был вас позвать куда-то. Сначала у него не получалось. Я старалась его поддерживать как могла. Но когда, ну это уже перешло все границы, то есть мы не могли себе позволить чего-то элементарного. То есть когда мы шли в кино, допустим, я платила за это кино. Уже был практически конец наших отношений, когда то есть у него началась какая-то паранойя, он начал меня очень унижать, оскорблять. И как раз из-за того, что у него не получалось с работой, он думал, что, ну он как-то на меня взвалил, да, вину вот за это. Это вы на себя сами взвалили, милая. Ну это правда. Это не мужчина, вы. Ну это, знаешь, я считаю, это не мужчина, который на девушку поднимает руку. Потому что, естественно, она заметно слабее. Я не ошибаюсь, что-то там из-за ботовухи произошло. Я мыла пол просто и убрала собаку, чтобы она не нализалась в вот эти химические средства. Он ее запустил, я попросила его и убрать, на что, ну, снова полились оскорбления, что ты безрукая, и ты плохая хозяйка, и никчемная, и страшная, и глупая. Я ему ответила, что закрой рот, он подлетел и начал бить себя. Он вас избил до полусмерти, у вас лицо было с плашим синяком? Да. Куда вы пошли с этим синяком? Сняли побои, милая? Простите. Нет, не простите, вы плачете, потому что по-живому, потому что вы живой человек, и это вам вспоминать больно, поэтому это хорошо. Я позвонила его брату, попросила его приехать привезти лекарство, мне маме не сказала в этот день. Скорую не вызвали? Нет. Приехал его брат, он привез мне какие-то лекарства, потому что я не могла выйти никуда. Почему маме отчиму не позвонили? Я хотела успокоиться сначала, чтобы объективно оценить ситуацию, не на эмоциях, кричать там в слезах. Я хотела проанализировать, может быть, я в чем-то не права. Вы не правы, что вас убили? Даже если вы в сто раз были не правы, мужчина не имеет права поднимать на вас руку. Да. Вот, он пришел через час с цветами, там, прости-прости меня, но... Простили? Нет. Правда? Нет, я простила его в душе, но я больше не готова с ним жить. Как давно это произошло? Это было где-то в конце сентября. Аличка, он больше вас не беспокоит вот с сентября? Нет, не беспокоит, мы вполне себе нормально общаемся, ну, то есть, не дружно. Вы с ним общаетесь? Да. Да. Зачем? Объясните мне, Алис, вас что вот сейчас заставляет с ним общаться? Я не знаю, возможно, природная интеллигентность. Ваша? Нет, вы не интеллигентный, вы квашня. Да. Вы как прописшее молоко. Спасибо. Да, что вам еще такое сказать, чтобы вы сказали, нет, так больше не будет, и в моей жизни больше унижений не будет. У меня есть такая проблема в жизни, мне очень сложно сказать нет, вообще, в принципе, отказать. Алис, скажите ему сейчас, вот прямо пересаживай, вот скажите, как его зовут? Ты должна это сделать. Стас. Стас, скажите ему сейчас, чтобы он исчез из вашей жизни. Я желаю тебе счастья, оставь меня, пожалуйста, в покое. Алис, скажите, дорогой, прости, я там тебе какую-то гадость мне попросили. Да, да, да. Что это вообще? А, детушка моя, откуда у нас 20 лет бизнес? Где денежку взяли? Денежку нигде не брали, я как-то с детства... Уграли, что ли? Нет, нет, я очень бизнес-ориентированный человек, и у меня есть цель в жизни добиться высот к определенному возрасту. Нет, что значит денег нигде не брали? Что, вам просто подарили, что ли, бизнес? Нет, это бизнес, который не требует капиталовложений. Это дочерняя компания. Франчайзинг. Да, франчайзинг. Ну, я сама продаю франчайзинг. Что, вы мне будете рассказывать, что он бесплатный, что ли? Он бесплатный, совсем. Он платный? Да, она в чем-то провинилась. Это дочерняя. Нет, я хочу понять, да почему провинилась? Я хочу понять, а где деньги? Просто наш учредитель, он... Наш учредитель, он очень такой демократичный человек, и он поддерживает таланты, поддерживает стремления. Я пришла к нему работать на позицию топ-менеджера. И там работал арт-директором еще один талантливый молодой человек, и мы решили с ним открыть свою фирму внутри этой фирмы. Вот и все. Алисочка, а для вас, между прочим, наш жених приготовил какой-то сюрприз. Хорошо. А жених какой? Алисочка, держи тебе вот такого огромного-огромного медведя. О, какая прелесть. Желаю тебе большой любви, больших эмоций, чтобы у тебя все было большое при большое, чтобы у тебя было все замечательно. Давайте, помогу его, я думаю, донести. Давай. И можно обнять сердце. Ой, знаешь, я так люблю мягкие игрушки. Я бы спала с такими дверями. Так, ты только помоги сердце, сердце ничего не видит. Спасибо. Какая прелесть. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Ну, это потрясающе сердце. Спасибо. Спасибо большое. Ириночка, Надечка, проходите в свою комнату. Девчонки, Мишка живой, это ростовая игрушка. Какой Мишка. Давай, поделись. Садись. Какая прелесть. Галочка. Полная противоположность первому образу. Очень милая, открытая девочка. Может быть, конечно, где-то не дотягивает до пашиного идеала. Да, там, в плане одежды. Но это уже, мне кажется, второй вопрос. Да. Но в целом мне понравилась девочка очень. А вам как? Внешне она хорошая, симпатичная, интересная. Я готов с ней общаться, дружить. Но я вот сейчас, по крайней мере, думаю, что она, мне кажется, очень хорошая подруга. Очень хорошая подруга. Но, честно сказать, я вот не люблю давать какие-то обещания или что-то какое-то образное. Вася. Вы, Галена, сказали, что совершенно другая девушка. Полная противоположность первой. С точки зрения внешности, манеры, повадок, безусловно. Но обе тельцы. И у обеих работает программа постоянного сохранения стабильности. Обе терпели от своих мужчин. Вот я хочу обратиться к женщинам земной стихии, особенно к тельцам. Прекращайте терпеть. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Иногда. Мне кажется, что как только они начнут ценить себя обе больше, чем пресловутую, кажущуюся стабильность отношений, у обеих наладится что-то в личной жизни. Совсем скоро жениху предстоит третье свидание. После рекламы Смотрина продолжится. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Давай поженимся». И я предлагаю Павлу встретиться с третьей невестой. Проходите. Добрый день, Павел. Привет. Да, ты не запоминаешь даты, не помнишь про встречи. У меня хорошая память. Я думаю, мы с тобой отлично дополним друг друга. Такая высокая девушка. Очень высокая. Здравствуйте, девчонки. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте, Анечка, с кем бы. Я пришла с подругами Марина и Юрина. Дайте вас посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Анна, 23 года. Помощник руководителя финансовой компании. Пишет картины маслом и занимается в театральном кружке. Мечтает сыграть роль сумасшедшей. Гордится своей семьей. Предупреждает, что по пятницам ужинает с родителями. После первой близости с избранником приняла решение расстаться с ним. С тех пор дала себе зарок не вступать в интимные отношения до свадьбы. Надеется, что Николай отнесется к этому с пониманием. АПЛОДИСМЕНТЫ А почему сумасшедшики? Ну, интересно перевоплощение. Что-то хочется сделать иногда то, что я бы не сделала бы в жизни. А переплатившись в другую роль, это возможно будет. Ну, хорошо. Но вот как вы себе представляете, вот вы сходите с ума? Ну, вот, допустим, вы поступаете в реальный суд, и я сижу в приемной комиссии. Как я схожу с ума, я бы маленько перевоплотилась. Как будто я переделана мужчина, который сошел с ума на почве того, что его не приняло общество. То есть что-то вот из этой области. Опаньки. То есть вы трансвестит. Да, сценарий, если такой написать. Невеста интересная. Чем она занимается? Она помощник руководителя. А что у вас там с любовью-то было? 23 года? С любовью, да. В 19 лет я познакомилась с мужчиной, который у меня был старше на очень много лет. И он за мной очень долго ухаживал. Мы с ним повстречались в какой-то период. Но я со временем поняла, что я не смогу выйти замуж с человеком, который у меня старше на 30 лет. Мне детей рожать, воспитывать. На 30? Да, на 30. Он был вашим первым мужчиной, да? И он же последний, по-моему. Да. Тот был первый единственный раз. Да. Ужас какой. Я не верю, честно, что девушка в 19 лет может влюбиться в 50-летнего пенсионера. А скажите, вы москвичка, да? Нет, я приехала с родителями, в 2000 году переехала из Сибири. Но вы здесь что, снимаете? Нет, у нас квартира. Квартира у родителей. Квартира у меня есть еще отдельная. И отдельная квартира. Жениха как, на нашу съемную или на вашу квартиру? Думаю, женихом вместе будем решать этот вопрос. Нет, это вы со мной сначала решать будете. А потом женихом. А то, если со мной как с таможенной не договоритесь, сможете жениха не увидеть. Нет, ну если жениху негде жить, я его смогу приютить. Его именно этот вариант, мне кажется, и интересует. Он уже настолько устал. Думаешь, он хочет пристроиться? Я думаю, что он уже устал от всего этого. Паша нужен вам? Да, мне было бы интересно. А что вам понравилось? Во-первых, в нем есть стержень. Это уже видится. Также какая-то креативность. То есть я вижу то, что на будущее у человека... А стержень какой вы имеете в виду? Мужской стержень есть. То есть человек принимает решение сам. Вот это полностью очень нравится мужчине. То, что он не бежит за советом куда-то к маме, а то, что он уже здесь встал на ноги, думает, что хочет, познает себя. Вот сейчас он ведет свое дело. Он знает, что он этого хочет. А материальный достаток вас не интересует? Нет, я к этому спокойно отношусь. Потому что я думаю, что что-то мы сможем сделать вместе. То же самое бизнес развить, что-то придумать. Я против абсолютно бизнеса вместе с семьей. Почему? Я считаю, что ты, когда приходишь на работу, тебя это начинает расслаблять. И люди тебе не видят, тебе руководителя. Когда в тебе вторая еще половинка с тобой рядышком работает, когда на тебя... Все равно человек не сможете воспринимать как руководителя. Нет, это как вы выстроите взаимоотношения? Все от вас зависит. Ну, вы, возможно, правы. Я вот выстраивать отношения в плане своих людей, которые мне близки, я не умею. Надо учиться. Если я научусь этому, то, возможно, я это сделаю. Но я пока не вижу возможно отпускать бизнес. Ну, хорошо, в бизнес не пустите, но сюрприз, который вы приготовили для Анны, покажете? Конечно. Так, что это у него в руках? Устрашающие устройства. Для сюрприза мне нужно будет завязать тебе глаза. Не подойти сюда? Нет, ты сиди на месте, я сам все сделаю. Барабанная дробь. Не видишь ничего, точно? Нет, ничего не вижу. Ты же хотела слепо, глухо, не мою. Да, вот я тоже об этом подумала. Да, вот видишь, все твои желания сейчас. Аня. Аня, привет. Я не слышу ничего. Аня. Вуаля. Аня, я решил, что в нашем мире все время нас отвлекает студия, телефоны, ведущие, которые не дают спокойно пообщаться, друг друга узнать получше. Поэтому мы сейчас остались здесь с тобой абсолютно вдвоем. Чтобы пообщаться? Никого нет. Я хотел бы даже не пообщаться, чтобы мы могли немножко насладиться друг другом в тишине. Слушай, ну классный сюрприз. И чтобы в твоей жизни именно было больше таких моментов, когда вы с любимым человеком остаетесь вдвоем, наедине, и когда больше у вас нет никого. Да, интересно. Да. Жалко только много чего нету. Если бы мы остались вдвоем в более таком интересном месте, мы могли бы послушать музыку, могли бы посмотреть на огонь на камень. А что бы мы еще могли поделать? Мы могли бы посмотреть на огонь на камень, могли бы почитать вместе. Это тоже интересно посмотреть. А согласитесь, совсем по-другому стало, когда никого не стало. Ну да, это интересно. Какая ты настоящая? Расскажи. Вот ты любишь финансы, финансы любишь. Я люблю финансы. А зачем ты там работаешь, расскажи? Потому что я искала себя. То есть ты тоже познавал себя, я познавала себя. Чтобы после института не сидеть дома, и параллельно я всегда работала. Конечно, хорошо, если есть вторая половина, когда тебе с ней комфортно, но параллельно нельзя постоянно сидеть дома, мозги не работают. Нужно как-то реализовываться. Я не знаю, что я буду дальше делать. Возьму галерею, либо буду играть. Но для меня семья будет на первом месте, либо человек, который будет со мной рядом. То есть это уже на втором месте. Спасибо тебе за этот момент. Да, тебе тоже. Очень приятно было с тобой пообщаться наедине. Наговорились. Наговорились, наговорились, Роза. Как это было мило. Как вам сюрприз? Оригинально. Человек захотел просто узнать поближе, нежели предыдущих героев. Но человеку стало интересно пообщаться со мной. Какая я, да. Ваше впечатление, Павел? Вы такую реакцию ожидали от Анны? Ну, видимо, сюрприз, раз реакция посредственная. Я подсматривала в комнате. Мне показалось, что у вас такое было недоумение на лице. Мне кажется, всего чего угодно вы ожидали, но только не абсолютно каменного лица Анны, как будто здесь ничего не произошло. Ваш человек, Анна? Анна не мой человек. Почему? Ну, я не смог услышать. Мне приходилось специально перебивать, чтобы возникли какие-то слова. Я просто привык, что девушки, которые мне приятно, они меня слышат. Вам в браке это так важно? Вот те самые эмоции. Эмоции абсолютно важны. Я самый эмоциональный человек. Мне кажется, что это самый оригинальный сюрприз. За все четыре года ведения программы на самом деле такого еще не было. Поэтому вам, Павел, огромная благодарность. Спасибо большое. Потому что нас вы лично удивили. Вот лично меня вы удивили очень. Спасибо, девчонки. Спасибо. Проходите в свою комнату. Скоро узнаете, кого Павел выбрал. Чем дальше, тем меньше я его понимаю как человека. А необычная 23-летняя девушка, которая что-то себе нафантазировала. Поэтому я бы не стала ее судить строго. Она человек неплохой. Просто она еще очень молодая. И она еще себя не знает совсем. Но у нее все впереди. Я бы не сказала при этом, что она человек абсолютно холодный. То, что я видела со своего места, она была испуганна происходившим. И как всякая рыба, естественно, реакция сжалась. Она такая... Ну, да, да. Не эмоциональная. Галина, вы должны порекомендовать одну из девушек вашему другу Я скажу, наверное, так, что три девушки абсолютно разные И на мой взгляд, Аня, это была такая некая золотая середина И, возможно, на мой взгляд, это был бы более-менее самый подходящий вариант Ну как он тебе? Не знаю, с одной стороны, да, с другой стороны, не совсем Я бы тоже порекомендовала вам Анну, несмотря на то, что мы ее так здесь сидели и критиковали Менее всего, мне кажется, подошла бы вам Анастасия, но вы, конечно же, пойдете к ней Короче, готовься Ну в данном случае я согласна с Ларисой, ну чего же я поперек-то пойду Конечно, вы рассудком не будете руководствоваться, только другим органам Настя Василиса Если выбирать, то только Анну, потому что Анастасии нужен партнер зрелый, взрослый, старше, чем она сама Алиса все-таки нуждается в мужчине совершенно другом Ей нужен такой ухарь-купец, простой, разухабистый, очень активный, открытый, простоватый Поэтому, Анна, я соглашусь с Галиной, это действительно золотая середина Ну, проходите туда, кому вы решили Мы вас поддержим на любом случае, проходите, проходите Выражайте симпатию нашим будущим героям Отправляйте смс их номером по телефону 4-4-ки Юлия, 27 лет, номер 2252 Инструктор по йоге, танцовщица и фотомодель Увлекается анатомией, энергетическими практиками и массажем Надеется встретить спокойного творческого мужчину с чувством юмора, у которого будет чему поучиться Вероника, 22 года, номер 2236 Модель, гордится своей внешностью, занимается разведением кошек Предупреждает, что обедает только в японских ресторанах Ищет искреннего, легкого на подъем мужчину, который сможет ей доверять Павел, подходите ко мне Сегодня нет пары Очень жаль, что вы один Вы не расстраивайтесь Москва это город возможностей, где в каждую минуту может случиться судьбоносная встреча А сегодня вас поддержит группа Винтаж В этом городе я знаю пути Знаю тех, кто мне мешает идти Каждый шаг, каждый миг, по кольцу и час пик В этом городе не каждый герой Кто не первый, тот уже не второй Каждый глуп, каждый смел, опоздал, не успел Знаешь, 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 ты не первый такой Кто хочет все и сразу, только унести бы с собой Ты видишь только то, что хочешь видеть, а за спиной Все говорят, а ты не слышишь, слышишь Вся Москва блестит, вся Москва горит Вся Москва сияет Между нами я не знаю тех Кто бы не зажегся ей вновь Вся Москва блестит, вся Москва горит Вся Москва сияет Между нами я не знаю тех Кто бы не зажегся ей вновь Если вы тоже одиноки, заполняйте анкету на сайте Первого канала И становитесь участником программы Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы И вы хотите с ним познакомиться Отправляйте смс семейного героя на номер 4 четверки Я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам Давай, пожениться Вся Москва блестит, вся Москва горит Вся Москва сияет Между нами я не знаю тех Кто бы не зажегся ей вновь Вся Москва блестит, вся Москва горит Вся Москва сияет Между нами я не знаю тех Кто бы не зажегся ей вновь Вся Москва Я так хочу, чтобы мужчина мне приносил кофе в постель, а я ему ужин Девочки, ну наконец-то я хоть разобралась в невесте Я тоже мальчик не дурачок, как говорится Слепо-глухо-немой Наследник Не знаю, какой-то империи Бесхребетный, импотент Я найду такого мужчину и обязательно вас приглашу на свою свадьбу Обязательно В этот день вдруг почудилось мне Что я вижу в глазах твоих лёд Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok